Стоп-Пирамида – специальный проект канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия, добро пожаловать на Стоп-Пирамиду, канал по вышению личной финансовой безопасности. Предупрежден, вооружен. Поехали. Вместе против мошенников. Стоп-Пирамида и Финтютер. Проводник в мире финансов. Ссылка в описании. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Это важно для алгоритмов Ютуба и нашей работы. Заранее благодарю. Сегодня в Стоп-Пирамиде 10 удивительных фактов про эпичная Финника, о которых вы не знали. Но прежде напомню любимым зрителям, что Стоп-Пирамида в прошлом выпуске рассказывала про суд над криптопирамидой Финника. К вниманию тех, кто реально пострадал. Вы еще имеете возможность получить статус пострадавшего и претендовать на возмещение ущерба за счет средств организаторов, которые сегодня находятся на скамье подсудимых. Вы имеете право подать заявление о мошенничестве непосредственно в суд. Это законный шанс для пострадавших заявить об обмане Финника и добиться хоть какой-то компенсации. Заявление о признании гражданским судьцом ссылка в описании. Давайте разберемся, почему Финника получила такую криминальную славу. И что же такое вообще Финника? Финника это крупнейшая пирамида последнего десятилетия. Успех Афере пришел благодаря универсальности и пятерке легенд, которые лежали в ее основе. Легенда первая. Чудо трейдинг или черное доверительное управление. 10 фейковых команд супертрейдеров ежедневно ведут торги с 10 фейками видами активов. План базовой доходности для трейдеров всего 5% в день. Не каждый день план выполняется, но уж 3% сделать чудо богатыри трейдинга могут. Во всяком случае, так утверждали лидеры Финника. 1% возвращался инвестору, 2% шли к компании. Однако в последний месяц своего существования Финника открывал депозиты практически по 3% в день. В это время в команде Доронина уже никто не занимался математическим анализом. А обалдевшие инвесторы уже не хотели разбираться в бизнесе чудо-компании. Какой инвестор будет забирать деньги, если через месяц можно фактически удвоить состояние? Люди бежали за кредитами, продавали недвижимость. Легенда номер 2. Раздолжительство. Программа «Погаси кредит» за 35%. Несколько месяцев деньги использовались в трейдинге. И, о чудо, кредит погашен. Так, во всяком случае, говорилось с финикийцами. Легенда номер 3. Программа «Купи машину-квартиру» за 35% стоимости. Или кэшбэк 20-25% за любые траты в любых торговых точках. Легенда номер 4. Естественно, крупнейшая пирамида современной России не могла обойтись без крипты. Капиталы в личных кабинетах учитывались в цифронах или ФНК. Это один из самых распространенных признаков мошенничества на сегодняшний день. Отдали деньги, а вам начислили токены. Могут очень много их начислить. Но что с этими токенами делать, если в определенный момент они никому оказываются ненужными? Легенда номер 5. Главное – это широкий ассортимент жуликопродуктов и возможность их диверсификации между собой. По аналогиям с действиями грамотных инвесторов, люди ФНК формировали портфель из разных продуктов. Однако диверсификация финикийского шила на мыло, того же имени ФНК, просто бессмысленна. А теперь 10 удивительных фактов о ФНК. По современным меркам пирамидостроительной индустрии, ФНК – долгожитель. Почти два года активной деятельности. Рождение ФНК, напомню, произошло в 2019 году, поскольку именно поисковые запросы в интернете стартуют с осени этого года. Факт номер 2. ФНК первого встречного превращала в Илона Маска. Простая арифметика. Продать квартиру за 100 тысяч долларов, отдать деньги финикийским чудо-трейдерам под клятвенное обещание 3% в день с капитализацией, то через год у вас 120 миллионов долларов, а через 2 – 190 миллиардов долларов. Через 3 – ой, двухлетний долгожитель уже умер. Но точно в третий год Илон Маск позади вас. А если бы квартира стоила 200 тысяч? Факт номер 3. На крючок рыболов из ФНК попалось будущее. Более половины жертв попали в ФНК в возрасте от 30 до 49 лет. Это фундамент будущего, самый финансово активный возраст. Люди, которые прекрасно понимают жизнь, бороздят уверенный интернет, знают, что кругом мошенники, умеют зарабатывать деньги. Однако попались люди, которые ни разу не попадали в пирамиды. Факт номер 4. Горе от ума. В ФНК было много образованных граждан. Почти две трети людей с высшим образованием. Напомню, что по общей структуре населения в России доля людей с высшим образованием – всего одна треть. Факт номер 5. Агроном по специальности. Нет. Треть – это выпускники экономических, финансовых и юридических вузов. Они точно умеют считать деньги. Кстати, компетенции не помогли и представителям правоохраны. Среди пострадавших были полицейские. Факт номер 6. Сарафанное радио. 90% канала распространения информации про финика от знакомых, близких и друзей по работе. И только 5% – реклама пирамиды. Многие пострадавшие до сих пор испытывают острые сомнения – подавать или не подавать заявление на родню в полицию. Факт номер 7. Более половины жертв финика взяли кредиты в банки. Среди пострадавших, которые потеряли более 300 тысяч рублей, кредиты взяли уже 75%. Факт номер 8. Каждый четвертый приносил пакеты с наличными деньгами в офисы к мошенникам. Ни один из них не брал расписок документов, достаточно было личного кабинета с круглой суммой мифических цифронов. Факт номер 9. Каждый пятый пострадавший до финика имел опыт торговли на фондовом рынке и рынке Форекс. И на вопрос, допускают ли они возможность ежедневной прибыли в 3-5%, все они дают отрицательный ответ. Я знал, что это пирамида, но посчитал, что все будет хорошо. Факт номер 10. И последнее. До 90% пострадавших вошли в проект после декабря 2020 года, когда прокуратура Республики Татарстан уже возбудила уголовное дело по антипирамидальной статье 172.2 Уголовного кодекса России. СМИ широко осветило эту новость. А с февраля 2021 года начался самый мощный бум прихода пострадавших в пирамиду. Это были 10 удивительных фактов про пирамиду финика, пирамиду десятилетия. Будьте бдительны. Пока. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.